Это все рассчитывается. Есть скорость пешехода, там 1,17 метра в секунду, 17 сотых. И это действительно рассчитывается. И зачастую тоже сталкивался с этим. Люди говорят, мало зеленого. Мы не успеваем перейти. И задаешь им встречный вопрос, а вы как, ребят, переходите дорогу? По диагонали. Но тот же пункт 4.3, он говорит, что диагонально-то переходить можно при наличии соответствующей разметки, которой в Тюмени, по-моему, ни на одном перекрестке у нас нет. У нас, наверное, нет такого перехода, да, в городе? Нет, диагональных пока нет. И, соответственно, человек по диагонали проходит, разумеется, большее расстояние, там, квадрат гипотенузы, сумма квадратов катетов, вот, и ему не хватает времени. Но расчет-то не на то. Нельзя переходить. Ну, подождите, но есть бабушки, которые там с палочками очень медленно переходят, и они реально часто не успевают. Я как водитель наблюдаю за такими пешеходами. Расчет, на самом деле, это должен предусматривать. То есть это все строго регулируется, есть скорость пешехода, это все по формуле, плюс добавляется, там, 5-6 секунд, в зависимости от числа полос. Ну, вот что-то подобное. Не вчера читал ГОСТ, могу чуть-чуть ошибиться. Но если действительно есть какая-то проблема, если там человек маломобильный, то, конечно, это все взаимодействует с администрацией. Продолжение следует...